Некоторое время назад я немного проехался по выдающимся трудам наших локализаторов, которые частенько дают зарубежным фильмам невероятно тупые названия. Эта тема поистине неисчерпаема, но сегодня ролик о другом. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Помимо неадекватных переводов, встречаются очень удачные решения, о которых и пойдет речь. Но сначала, ребят, хочу вас познакомить с онлайн-школой английского Sky Inc. Это не обычный курс английского, это возможность изучать язык с его носителем, проходить интерактивные уроки и выполнять домашние задания. Ну и естественно, благодаря им вы сможете правильно воспринимать фильмы на английском и адекватно толковать названия. Благодаря тому, что есть не только сайт-платформа, но и приложение, можно заниматься в любом месте и в любое время. Все обучение проходит на современных учебных материалах, а ваши увлечения и интересы учитываются при подборе педагога и методике обучения. Подписывайтесь на их YouTube-канал, там есть разборы сериалов и фильмов на английском и много другого мотивирующего, обучающего и позитивного материала. И внимание, в описании есть промокод на плюс два урока в подарок при первой оплате и ссылка на бесплатное пробное занятие. Давайте смотреть кино в оригинале. Третий лишний. В оригинале фильм сета Макфайрлейна носит название «Тед». Его корни уходят в традиционное прозвище плюшевого медвежонка, которого в Западной Европе и США зовут «Тедди Беа». Это имя игрушка получила еще в начале 20 века, когда американский президент Теодор Рузвельт по прозвищу «Тедди» отказался лично пристрелить на охоте загнанного медведя, так как, по его мнению, это было не спортивно. Медведь был затравлен собаками, забит до полусмерти и привязан к дереву. Тем не менее, Рузвельт все же отдал распоряжение застрелить животное, чтобы избавить его от мучений. Вся эта история попала в газеты, которые иллюстрировались карикатурами. Детали ситуации со временем подзабылись. Медведь превратился в медвежонка, которого отказался застрелить президент Тедди. Само собой, подавляющее большинство россиян знать не знает, кто такой Тедди и почему так зовут обычных плюшевых медведей. И уж тем более, фильм с названием «Тед» не давал ни малейшего намека на его содержание. Стоит признать, что локализаторы выкрутились довольно искусно. Фраза «третий лишний» не только носит характер устойчивого выражения, но и соотносится с сюжетом комедии. Терминатор. В прошлых роликах я приводил примеры, когда использование транслита в названии было неудачным или совершенно идиотским. С Терминатором всё вышло с точностью да наоборот. Слово «так» прижилось в русском языке, что стало нарицательным. Теперь так могут назвать любых роботов, сильных людей или какие-то неубиваемые механизмы. Причём до сих пор никого особо не волнует, как переводится слово «Terminate». И что означает его производная «Terminator». Главное, что звучит круто. И уж точно гораздо лучше, чем... Киборг-убийца. Форсаж. Как утверждает Википедия, форсаж – это режим работы некоторых реактивных двигателей, применяемый для временного увеличения тяги в случае необходимости. Опять же, большинство обычных людей не знают точного значения этого термина, но само слово знают практически все. Оно ёмкое, красивое, и каждый среднестатистический человек смутно догадывается, что это имеет какое-то отношение к скорости. Поэтому в плане благозвучности и лаконичности, форсаж был гораздо более предпочтительным вариантом, чем дословные «быстрые» и «яростные». К тому же, наш вариант оказался очень удачным решением в стратегическом плане. Посыпавшиеся сиквелы всячески коверкали оригинальное название. «Too fast, too furious», «fast five», «furious six», «the fate of the furious» и «то ли ещё будет». Тогда как у нас всё просто. Меняй себе циферки от 1 до 147 и все дела. Хатико – самый верный друг. Душераздирающую историю о собачьей верности в нашем переводе немного скорректировали. Произошло это по вполне понятным причинам, ведь в оригинале лента носит название «Hachi – a dog's tail». Представьте, какое ржачее улюлюканье подняли бы в кинотеатрах всякие одарённые личности, если бы весь фильм собаку звали «Hachi». Гы, собака, хачик. Робот по имени Чаппи. В данном случае потребовалась не корректировка, а смысловое уточнение. Российским зрителям нужно было намекнуть, кто такой Чаппи и что вообще ждать от фильма. Согласитесь, оригинальное название Чаппи без пояснения первым делом вызывает ассоциации вот с этим. Чаппи и шашлык – сытный мясной обед для собак, которые любят покушать. Криминальное чтиво. В оригинале культовый фильм Квентина Тарантино носит название «Pulp Fiction». Наиболее точный перевод этой фразы – «бульварная литература», ну или «бульварное чтиво», если хотите. Речь идёт о дряных книжонках в мягких переплётах, которые продаются с прилавков прямо посреди городских улиц. Российский вариант не особо соотносится с англоязычным названием, Зато он звучный, запоминающийся и прошёл проверку временем, как и сам фильм. Оружейный барон. В англоязычных странах фильм Эндрю Никола носит название «Lord of War». Думаю, вы согласитесь, что для русского уха «Повелитель войны» звучал бы слишком пафосно и несколько громоздко. Оружейный барон был самым очевидным и выигрышным вариантом. Просто, лаконично и замечательно соответствует сюжету фильма. И, кстати, по поводу очевидности, не думайте, что наши креативщики не могли бы придумать нечто неподдающееся логике. Такого же очевидного человека чести они вон умудрились превратить в военного ныряльщика. Честную игру в игру без правил. Ну и дальше по списку. Кому интересно, посмотрите предыдущий ролик на эту тему. Ссылку в описании поставлю. Карты, деньги, два ствола. В этом случае перед отечественными локализаторами стояла весьма нетривиальная задача. Родное название «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» дословно переводится как «Замок, ложе и два дымящихся ствола». Для англичан это очевидная игра с популярными поговорками «Lock, Stock and Barrel» и «Lock, Stock». Обе трактуются со множеством значений и используются в различных ситуациях. Но чаще всего они несут смысл «всё вместе», «всё и сразу» или используются в значении с завершённости чего-либо. Переложить эту игру слов на русский язык и при этом сохранить связь с сюжетом фильма было нереально. Но в итоге адаптация вышла всё же удачной. Фраза «карты, деньги, два ствола» и народу понравилась, и ключевой сюжетной составляющей вместила, и даже сохранила некоторую связь с оригинальным названием. Нокдаун. Если вы попробуете дословно перевести англоязычное название этой спортивной драмы, то получите непонятную билиберду вроде «Золушка-мужчина» или «Золушка-человек». Дело в том, что «Синдерелла Мэн» – это одно из самых популярных прозвищ боксёра Джеймса Бредака, на биографии которого основан фильм. Его действительно назвали «Золушкой», но донести это до российских зрителей через промо-материалы было просто нереально. Попробуйте представить себе такую картину, идёте вы по кинотеатру и видите постер. На постере суровый мужик в боксёрских перчатках, а сверху крупными буквами написано «Золушка». Чего? Нокдаун. Не бог весть как оригинально, но хотя бы не вгоняет потенциального зрителя в ступор и сразу даёт понять, о чём будет фильм. Крепкий орешек. Ох и подкинули американцы геморроя переводчикам всего мира со своим «дай хардом». В каждой стране, говорящей не на английском языке, локализаторы плакали кровавыми слезами, пытаясь хоть как-то обозвать этот боевик. Тут ведь какое дело, английский язык славится многозначительностью отдельных слов и их сильной зависимостью от контекста. Так что даже в оригинале выражение «дай харда» имеет несколько значений. Незгибаемый, упорный, живучий, сопротивляющийся, бескомпромиссный человек, который не желает изменить свои идеи ни при каких обстоятельствах и так далее. В общем ситуация сложная, поэтому все выкручивались как могли. В Германии фильм вышел под названием «Умри медленно», в Финляндии «Через мой труп», в Польше его обозвали «Стеклянной западнёй», а в Венгрии «Отдай свою жизнь подороже». В Советском Союзе ситуация была похожая. Сперва лента появилась в нелегальных переводах под заголовками «Умри тяжело, но достойно» и «Неистребимый». А в 91-м году фильм вышел в официальный прокат под названием «Крепкий орешек». Фраза стала очень удачной метафорой на характер Джона Маклэйна и моментально прижилась в народе. Ребят, на этом у меня всё, но вы ещё можете посмотреть ролик о 10 фильмах с самыми тупыми переводами названий или один из моих свежих обзоров в кинопремьер. Ну и не забывайте подписывайтесь на канал и мой паблик, чтобы не пропускать всё самое интересное из мира кино. До скорого, пока.